Свыше 30 стран мира призвали своих граждан выехать из Украины в связи с обещаниями западных СМИ о неизбежном российском вторжении, которое должно произойти 16 февраля. Одновременно страну покидают олигархи и бизнесмены, уезжая сами и вывозя из страны свои семьи. И в действительности украинские олигархи и бизнесмены покидают Украину. Только накануне 13 февраля около 20 чартеров и частных самолетов покинули Киевский аэропорт, в их числе рейс Рената Ахметова и Бориса Колесникова. Позднее Колесников объяснил изданию, что самолет летел в Прагу на техосмотр, а сам бизнесмен прибывает в столице Украины и не намерен куда-либо улететь. По информации СМИ, в Цюрих Ренат Ахметов вылетел еще 30 января, а самолет, принадлежащий также бизнесмену, покинул Киев вчера. По данным журналистов, Виктор Пинчук также покинул страну 30 января. Известно, что миллионер ОПЗЖ Игорь Абрамович забронировал частный самолет на 50 человек. Как сообщили изданию два источника из ОПЗЖ и два человека, для которых могли быть забронированы места на борту, самолет должен вылететь из Киева и Вены. Среди пассажиров – родственники членов ОПЗЖ и бизнес-партнеры Абрамовича. Депутат Верховной Рады бизнесмен Вадим Новинский также вылетел рейсом Киев-Мюнхен 10 февраля. В тот же день страну покинул и бизнесмен Александр Ярославский. Предприниматели Андрей Ставницер и Вадим Нестеренко выехали из столицы 13 февраля, Вадим Столлар и Василий Хмельницкий 12 февраля. Как сообщают в пресс-службе Ставницкого, он улетел в служебную командировку и в скором времени вернется в Украину. Представители пресс-службы Хмельницкого пояснили, что он улетел с командой на тренировку и планирует вернуться в страну 20 февраля. Также было отмечено, что эта поездка была запланирована еще три месяца назад и что дети Хмельницкого находятся в Украине. Несмотря на слухи, украинский журналист Дмитрий Гордон и его жена, главный редактор газеты «Гордон» Олеся Бацман, сейчас находятся в Киеве и не собираются покидать страну. Об этом Дмитрий Гордон сообщил в Инстаграм, прокомментировав слухи о том, что как раз дурацкая канцелярия президента и покинула страну. По мнению некоторых политологов, вся эта ситуация лишь подтверждает тот факт, что США инсценировали эвакуацию дипломатов и олигархов из Украины, чтобы заставить мир поверить, что Путин нападет на нее.